Приветствую вас. Я для начала рекомендую вам прислушиваться к ответу коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича. Его ответы, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрируют проблему, которую вы описываете, и скрывают ее глубинные корни. Далее. Вы пишите, каждый психолог говорит, что вот если мышь приходит домой, его нельзя нагружать проблемами, вопросами и делами. Я не очень понимаю, о каких каждых вы говорите, то есть это каждый психолог. Я психолог, я такого не говорю. То есть, причем дисказий, и откуда у вас эти обобщения, это нужно исследовать. Дальше. Если мышь приходит домой, его нельзя нагружать проблемами, вопросами и делами. Я думаю, что любому человеку, во-первых, нужно отдохнуть, когда он к приходу пришел. Во-вторых, очень многое зависит от формы взаимодействия между вами и мужчиной. То есть, грубо говоря, если между вами принято спокойно общаться, спокойно взаимодействовать, спокойно высказывать свои мысли, без наезда, без агрессии, без обвинений, да, в форме «я-сообщений». То есть, есть «ты-сообщений», есть «я-сообщений». Так вот, если данный диалог происходит в терминах «я-сообщений», то, в принципе, все как бы происходит в порядке. То есть, разговор можно нормально вести. Вот. То есть, человек пришел с работы, вы его обняли, поцеловали, вот, поделились какими-то своими впечатлениями, спросили, как у него дела. Он немножко отдохнул, и после этого вы ему можете рассказать о том, что волнует вас. То есть, не то, что ты должен сделать, а то, что волнует вас. Дальше. Из этого выходит, что женщина должна сама делать мужскую работу, потом воспитывать детей сама. Не дай бог упрекнуть мужчину, ведь он идет к любовнице. Откуда у вас, ну, откуда у вас это все? Откуда у вас такая информация? Откуда вы вообще это все взяли? Взяли. Женщина не должна сама выполнять мужскую работу. Женщина может высказать свои переживания по поводу этой мужской работы. И если ее отношения с мужчиной адекватные, хорошие, как бы так сказать, если ее отношения с мужчиной искренние, то мужчина сам все сделает. Более того, если женщина себя любит, то она и мужчину выберет такого, который любит себя и который сам будет делать мужскую работу. То есть, если такой мужчина вам не попадает или что-то еще, значит, это как раз-таки родительская позиция, о которой говорил мой коллега, который еще Фикер Леонидович. То есть, что вы мужчину подавляете. То есть, вы, то есть, вы же делаете выбор какой-то. Вы же выбираете мужчину. Если вы выбираете мужчину, который любит себя, который ухаживает от того, который заботится, который, значит, заботится о том, что вокруг него, который работящий, не боится труда и так далее, и так далее, да? То вот, все как бы в порядке. Если вы выбираете себе мужчину, которого вы подавляете, если коллега прав и вы действительно родители в отношениях, то понятно, что он не будет ничего делать. Понятно, что он будет агрессировать нашу ребенку. Родители всегда выбирают ребенку в отношениях. Зачем тогда этот мужик дома, если боятся ему что-то сказать? Ну, во-первых, если у вас какое-то обесценивающее очень обозначение мужчины, мужик. То есть, странно, почему мужик. А этот мужик. То есть, вот этот, что вы используете, это родительская позиция. То есть, первоначально это отношение строится не между мужчиной и женщиной, а между личностью. Отношения выстраиваются между личностями, не между мужчиной и женщиной. И если в любом человеке выйдет только его гендерную позицию, то все будет сводиться к тому, что, как вы пишете, этот мужик, не этот мужик, эта женщина, не эта женщина. Понимаете? То есть, почему вы позволяете себе обесценивать мужчину это? А, второе, почему вы кроме мужчины ничего больше не видите, не видите никого больше? Не видите личность, не видите духовный мир человека, не видите его внутренний мир. Как же вы с ним отношения строите? Может быть, стоит задать себе вопрос, а как вы вообще выстраиваете отношения? Вы знакомитесь с мужчинами или с личностями? А как вы знакомитесь с мужчинами? По поводу чего? Что между вами общего? Что вас объединяет? Вот из этого нужно исходить. Если между людьми есть личностная связь, то все проблемы решаются сами собой. Если люди позиционируют себя как исключительно представители гендера, туда могут быть проблемы. То есть, тут у вас очень категоричное осуждение. Дальше, упрекнуть, пишите вы. Упрекать тоже нужно с умом, через я сообщение. Никому не нравится, когда его обвиняют. Никогда не нравится, никому не нравится, когда человеку говорят ты и ты и так далее. А вот когда человеку говорят я, а вы говорите про себя, это очень другая история. Поэтому дело не в упреке, упрек это форма. Дело в том, что стоит за упреком. За упреком стоит ваше желание или ваше нежелание, его нужно выразить. И все. Это и есть навык бесконфликтного общения, которому вы можете научиться в работе с психологом, например. Вот и все. Дальше, бояться ему что-то сказать. Ольга, как бы страх что-то сказать, это совсем не то же самое, что не нагружать мужчину, когда он приходит домой. Женщина, если так поступает, она относится к нему с любовью, она хочет сделать его счастливым. Понимаете? Вот для чего в отношения люди вступают? Чтобы сделать друг друга счастливым. Если вы хотите сделать своего мужчину счастливым, то вы его любите. И наши взауны не будете говорить ничего из того сразу, как он придет, чтобы его нагружал. Но как он немножко отдохнет, вы ему сразу можете сказать о своих желаниях. Но проблема в том, что если вы хотите сделать человека счастливым изначально, то у вас изначально будет такое общение, где все будет легко. Понимаете? Вы же в шахматы играете. Вы же играете в шахматы. То есть вы пытаетесь отношения рационально как-то смоделировать. Это так не работает. Психология все индивидуально. И индивидуальный муж, и уникальный индивидуальный муж, и уникальная жена, и индивидуальная тоже. И вот эти уникальные люди строят отношения. Ну, учитывать их особенности, а не так, что вы пишите, да, какие-то такие очень банальные вещи. Клишированные, я бы сказал. Но общий момент где-то такой. Что если отношения выстраиваются на любви, на том, что вас объединяет с мужчиной, то таких проблем, которые вы описываете, нет и быть не может. А если вы начально видели, видели друг в друге, друг в друге только представители гендера, то, ну, представители гендерной принадлежности, да, то понятно, что будут проблемы. Ну, гендерные принадлежности, семейные принадлежности, да. Вот. То есть поймите, мужчина, это не мужчина в первую очередь. И это не муж в первую очередь. Мужчина в первую очередь человек. Человек лично. Вот начинать нужно с этого, с духовной связи, чтобы мужественность, чтобы социальный статус супружества был вторичным по отношению к личности, не наоборот. А у вас всё именно так, что сперва идёт супружество, потом идёт, ну сперва идёт мужчина, потом идёт супруг, и только потом может быть что-то где-то. Личность – это не факт. Понимаете, если вы будете строить отношения с личностью, то всех этих проблем не будет. Для этого нужно и в себе видеть личность. Не только женщину и мать детей, а личность. Реализующуюся личность. Творческую личность. Раскрывающую свой потенциал личности. Понимаете, Ольга? С этого всё начинается. Это основа отношений. А если вы боитесь ему что-то сказать, то это уже ваш страх, который родом, как правило, из детства. Но чтобы его раскрыть, не побороть, а именно раскрыть, совсем необязательно уходить глубоко в детство. Достаточно просто избавить вас от тех ложных представлений, которые сейчас вы имеете. У вас очень много ложных представлений, судя по тому, что я вижу. Вот. Вот так. И начните, вот, если вы хотите измениться, начните с того, чтобы перестать обобщать. Обобщать. Но. Каждый человек – это уникальная история. И вы – уникальная история. Двух одинаковых людей в этом смысле нет. Обобщение – это первое ложное представление, которое вам мешало. Говорите, каждый психолог. Я ничего такого не говорил. Коллеги, что отвечали – тоже такого не говорят. Значит, вы уже не правы, не каждый психолог. Я уверен, что подобный подход у вас распространяется на большее количество вещей. Вот это, для начала это нужно скорректировать. Вот так, постепенно, постепенно избавляясь от деструктивных, ложных представлений, вы сможете выстроить гармоничные отношения. Графики такие, какие указал мой коллега. Взрослый – взрослый, а не родитель. Ребенок или ребенок родитель. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился самый ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.